Всем привет друзья, меня зовут Джон Кармилицин, вы на канале Джей Центерс и компания Гигабайт представила нам на тестирование ноутбук Aero 15 OLED XD с шикарной 4К матрицей, приятно удивившей нас крутой цветопередачей. Главная цель этого челлендж ролика проверить производительность RTX карты в составе ноутбука по сравнению с моей старушкой 1080 Ti на моем ПК. Я думаю вы уже слышали о платформе Nvidia Studio, где под каждую программу идут свои плюшки для ускорения рабочего процесса, а также рендеринга и разных эффектов в более чем 70 приложениях. Ну например если взглянуть на After Effects, то у нас тут и ускорение интерфейса и ускорение плагинов Red Giant и быстрый просчет определенных эффектов. В Redshift это например ускорение трассировки лучей Optics для быстрого рендеринга финальных кадров и ускорение Path Tracing рендеринга в реальном времени с расчищением шумов при помощи нейросети, например в Blender. Под каждую программу вы можете наблюдать свои приколы на официальном сайте Nvidia. И вот заместо того, чтобы наскорях делать эффект, который абсолютно не покажет скорость работы в программе, мы нагрузим систему в трех программах разными эффектами и футажами, чтобы дать машине почувствовать пыль под ногами. Теперь давайте рассмотрим, что у нас находится в руках, чтобы было все понятно. В данном ноутбуке стоит процессор Intel Core i7 11800H8 ядер и 16 потоков с частотой 2,3 ГГц, ну и в режиме Turbo Boost 4,6 ГГц. Видеокарта у нас GeForce RTX 3070 Max-Q на 8 ГБ с технологией Dynamic Boost 2.0 и DLSS. Также на борту есть накопитель SSD M.2 на 1 ТБ со скоростью около 5000 МБ в секунду и еще одним дополнительным слотом под M.2 со скоростью до 7000 МБ в секунду. Оперативная память на 32 ГБ, два слота на 3200 МГц. Но по факту это 2933 МГц из-за ограничения материнской платы. Максимальный объем здесь 64 ГБ. Данный ноутбук входит в семейство RTX Studio. Вот таким знаком Nvidia отличает оптимальные с точки зрения конфигурации ноутбуки для работы с графикой. Проще говоря, Nvidia сделала выборку ноутбуков, чтобы вам не проводить часы с выбором этого ноутбука под задачи работы с контентом. Я обязательно замечу, что если вы будете работать на видеокарте AMD, вы не сможете пользоваться программой Redshift. Те, кто приходит к нам на курс зачастую торопятся и покупают видеокарту без CUDA ядер, из-за чего просто тупо не могут стартануть. Итак, погнали челлендж. Первым под нож пойдет After Effects. Не знаю как у вас, лично у меня с ним и моей 1080, очень давние счеты. С Turbo Boost у нас должны работать эффекты с определенным значком, которые вы можете увидеть вот здесь. Их мы как раз и будем закидывать. К примеру, все эффекты Ultra Giant, в данном случае пакет Universe, абсолютно везде имеют ускорение. Поэтому с разбега закидываем скачанный футаж из интернета. Здесь обязательно проверяем включено ли ускорение на CUDA. Для этого заходим в File, Project Setting и вот тут должно быть выбрано использовать CUDA ядра. Если не выбрано, выбираем. Далее заходим в Edit, General, GPU Information и если у вас старые версии After Effects, то нужно будет выбрать GPU, вместо CPU. Теперь будем нагружать плагинами, у которых повышается производительность при работе на GPU. У них показывается вот такой второй значок. Накидываем Mojo, Blur, здесь увеличим его значение. Затем не знаю Displacement, Aberration, Chromatic Glow, Quantum, больше эффектов, Camera Shake и до кучи еще Fish Eye Fixer. Обрежем до 4 секунд, чтобы не ждать 2 часа. Сразу экспортируем в Media Encoder. В рендеринге выбираем GPU. Жмем рендер и молимся. Ускоряем видео и видим вот такие цифры. Но без сравнения они нам вообще ничего не скажут, поэтому сразу переходим на моего коня. Проделываем абсолютно все те же самые действия и у меня. Да, учитываем также, что это After Effects и он достаточно неплохо подлагивает и на прокачанном железе. Это уже вопрос к самой программе. Вполне вероятно, что здесь скорость рендера не будет так сильно отставать, в отличие от других программ. Хотя нет, относительно 4 секунд рендера потрачено было 5 минут 7 секунд, что на полторы минуты больше при таких обстоятельствах. То есть если нагрузить программу целым проектом реального заказа, плюс при условии, что эффекты будут разные, то это может сэкономить вам 25, а то и 30 процентов скорости перед заказчиком. Ну, сами знаете с какими сроками. Многих волнует вопрос работы видео в 8к в программе Premiere Pro. Мы решили попробовать футажи с 16к разрешением, и вот тут мне больше интересно смогу ли я вообще запустить его у себя. Но это оказался полный трэш. В тестах на ноуте в 8к можно в принципе хорошо работать, если не нагружать систему эффектами. То есть видео идет без тормозов. Поэтому решили протестить рабочий момент в 4к видео. Пробуем тестить на ноутбуке. Вставляем скачанный футаж, я его достал в гугле, просто прописав 4к видео скачать. Сразу нахожу сайт с бесплатными стоками, загружаем два скачанных футажа в 4к и проблем с проигрыванием видео нет. Ну, оно-то и понятно при таком железе. То есть просто монтажкой можно заниматься без проблем, но мы-то с вами идем дальше. И закидываем adjustment layer, то есть прозрачный слой, куда будем закидывать все эффекты. Создаем маску, чтобы мы такие классные монтажеры и делаем коллаж из видео. Все как в жизни. Затем на него накидываем прожорливые плагины от Red Giant. Чтобы картинка прям совсем не превратилась в кашу, давайте попробуем Blur, Chromatic Aberration, Displacement, Chromatic Glow, Quantum, Camera Shake, Fishy Fixer и до максимума загрузить программу еще раз, ну не знаю там прожорливый Chromatic Aberration. Ну про кашу я погорячился, зато как у заказчика, главное чтобы ему нравилось, а у тебя быстро грузилось. Программа уже начинает тупить. Не реалтайм, но работать вполне можно маленькими кусочками в 5 секунд. Учитывайте, что я за раз так премьер никогда не нагружал. Отправляем на рендер. Повышаем битрейт. Вот таким образом. И проверяем, чтобы тут был выставлен параметр Hardware, иначе вся наша задумка просто тупо не сбудется. Жмем экспорт и очень рад, что ноутбук не взлетел в стратосферу. Ну и рендер занял 9 минут 15 секунд. Теперь заходим в мой ПК и обещайте, что не будете злорадствовать. Проделываю все те же самые действия в ускоренном режиме и замечаем, что элементарно уже на 4 эффектах мы видим дикие фрезы. Боюсь представить, что будет со всеми эффектами. Если комп будет грузить 1 фпс в час, то я понижу количество эффектов хотя бы до тех фрезов, которые были на ноуте. С большим ожиданием мой ПК справился за примерно 16 минут. Это большущий буст, учитывая, что это всего на 10 секунд видео. То бишь выбор прироста производительности очевиден. Ну и напоследок самое интересное. Запускаем Cinema 4D и Redshift. Проверяем здесь, как себя показывает RTX видеокарта в рендере Redshift. Для этого мы загружаем уже подготовленную сцену от Ravilla. Ссылку на нее смотри в комментарии или описании к этому ролику. В ней мы сразу подняли сэмплы минимум 64 и максимум 512. Подключаем Optics Denosing, который предусмотрен в нашей увлекательной программе NVIDIA Studio. Выбираем сотый кадр и сразу не дробя жмем рендер. Дискретная карта RTX 3070 в составе ноутбука справилась за 7 минут и 3 секунды. Тестируем ту же сцену, но уже на ПК с 1080 Ti. Здесь результат вышел 10 минут 50 секунд. Разница почти в 5 минут на кадр. Прирост производительности на 100 кадров, чтобы вы понимали, это 8 часов. За это время можно успеть закомпозить, покушать, погулять и приступить к новому проекту. Подведем итоги. Используя видеокарты RTX, понятно, что производительность будет выше. Но используя определенные фишки с умом, вы можете ускорить процесс рендеринга и с кайфом работать в софте, который любишь больше всего. Также в этих картах есть тензорные ядра, которые ускоряют алгоритмы искусственного интеллекта, что увеличивает применение RTX карт во многих профессиональных приложениях, которых на данный момент свыше 70. Также обязательно используйте драйвера NVIDIA Studio, их можно скачать в GeForce Experience. Эти драйвера проходят дополнительное тестирование и улучшают стабильность при работе в нескольких приложениях одновременно. Модель Aero 15 OLED XD – это компактный и мощный ноутбук, который компания Gigabyte изначально разрабатывала создателем цифрового мультимедийного контента. Единственное, что хотелось бы заметить, у него просто шикарнейший 4K AMOLED дисплей – это матрица от Samsung. Как пишет разработчик, все дисплеи ноутбуков Aero проходят сертификацию Pantone. Цвета супер яркие и похожи на те, что стоят в магазинах электроники диагональю 1000 дюймов. Подобный экран у нас был звуком Acer Concept D7, ну и стоит он как двигатель от самолета. У модели ноутбуков Aero есть разные сборки. Обязательно смотри на конечные буквы, где X – это какая используется видеокарта и вторая буква это поколение. Самая мощная модификация на данный момент будет с буквами YD. Учитывайте, что тестировали на ноутбуке и стационарном ПК с видеокартой 1080Ti. Не самое лучшее сравнение в этом плане, но то, что моя карточка устарела относительно этого железа – это факт. Популярность таких ноутбуков возрастает, и это не удивительно. Ноутбук с 3070 стоит как одна карта RTX 3070. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился подобный челлендж. У нас появились еще подобные задумки для тестов. Пишите, если есть идеи, как можно нагрузить систему в определенных условиях и будем смотреть вместе с вами. Не прощаюсь.